Приветствую уважаемые коллекционеры! Сегодня мне попался в руки достойный экземпляр монеты, которая считается по праву одной из самых популярных, самых красивых околоунцовых золотых монет, а особенно монет Америки. Потому что американских монет и современных, и старых, унцовых и околоунцовых довольно много, но самая популярная по праву считается монета, которая называется Double Eagle. Немножечко решил вам рассказать также об истории этой монеты в связи с тем, что много из вас в комментариях мне пишут, какая, по твоему мнению, самая красивая, самая яркая, самая популярная монета в тематике золотых околоунцовок. И я выбрал вам монету. Давно, кстати, не мог подобрать. Хотелось, чтобы экземпляр был достойный, яркий. Так вот, сегодня у нас на обзоре 20 долларов 1892 года. Своим появлением монета обязана аспекту золотой ликорадки в штате Калифорния в связи с разведкой и нахождением больших запасов золота. Америка с 1849 по 1933 года чеканила вот такую прекрасную монету. Гравер этой монеты Long Acre. Вес этой монеты 33,4 грамма. Соотношение металла в ней 90% золота, 10% меди. Диаметр этой монетки 34 миллиметра. Ну, а что касается популярности, то я думаю, многие из вас все-таки или мечтали, или надеялись когда-нибудь заполучить в свою коллекцию именно такой экземпляр, такую монету. Я, когда у меня спрашивают, что я думаю об этой монете, но кроме ее красоты, эстетической и тому подобных вещей, я часто вспоминаю аспект именно инвестиционный. Почему? Такие монеты 5 лет назад удавалось спокойно купить по 1600 долларов, 1500 долларов послабее в состоянии. На сегодняшний день такая монета в подобном состоянии, в штемпельном блеске, колеблется около 200, 2100 долларов, 2150, даже бывают варианты по 2200. Если же монета отслабирована в МС, она варьируется в ценовом диапазоне от 2300 до 2500. Опять же, зависимо от красоты монеты, от ее редкости, потому что есть еще редкие года. Надо очень обращать внимание и на года, и на знак, который находится в этом месте, который отвечает за монетный двор. Есть довольно редкие года, маловстречаемые. Я также встречался в своей практике с тем, что есть монеты из поднятых кладов на затонувших судах. Такой экземпляр я видел отслабированный, где как раз на вот этом блистере, на наклеечке, под грейдом было написано, что монета была поднята из затонувшего судна. В связи с этим ее редкость тоже увеличилась и популярность. Что же касается встречаемости таких монет в состоянии близком к МС. Несколько лет назад достаточное количество таких монет было в продаже, можно было выбирать. На клубах появлялось 3, 4, 5 монет, можно было что-то подобрать. А если выделить бюджет и иметь время, возможность более длительно искать монету, то проблем с подбором качественной хорошей монеты не было. Сейчас ситуация немного другая. Связана она, по моему мнению, с несколькими факторами. Самый простой фактор. С каждым годом таких монет все больше и больше слабируется. А ярких, красивых экземпляров, которые можно заслабировать меньше. Второй фактор связан с тем, что коллекционеры постоянно эти монеты, если они красивые, придерживают у себя в коллекциях, а на рынок попадает материал, скажем так, не наилучшего качества. Ну и третий, простой самый фактор. До подобных монет добираются очумилые ручки начинающих коллекционеров, которые пытаются часто эту монету почистить абразивным способом и тому подобные нюансы. Даже вот эта монета, которая у меня сейчас в руках, она с штемпельным блеском, но на ней много, особенно на аверсе, на портретной части, очень много таких однонаправленных микроцарапинок. Это следы хранения, я думаю, как раз мешкового. Вот. Монета яркая, непростая, по своему состоянию, думаю. Многим интересно будет такая монета. Кстати, такой тоже нюансы не часто бывает с ломбардными запилами, даже иногда очень аккуратными, потому надо гурт посматривать детально, обращать внимание, чтобы не было такого нюанса, потому что в случае, если вы захотите продать и будет запил, у вас с этим могут возникнуть проблемы с взятием, получением назад тех средств, которые вы в нее вложили. Вот. Комментируем. В комментариях можете задавать вопросы, что именно вас интересует по этой монете. Еще планирую снять историю о появлении надписи на этих монетах In God We Trust, которая у нас находится вот здесь, на конкретно этом типе монеты. Несколько слов. Опять же, могу сказать, что монеты, которые я начал чеканиться с 49-го года, и как эта надпись вообще попала на много и серебряных, и золотых монет, в Америке была гражданская война, и много было жертв, многие американцы потеряли родных, и по просьбам, и по настоянию на многих монетах, на серебряных от 10 центов, а на золотых от 3 долларов появилась эта надпись. Вот, которая у нас здесь есть. Надеюсь, я вас порадовал яркой красивой монеточкой. Еще обсудить могу момент, как я их храню. Неслоббированные монеты, я их улаживаю, складываю вот в такие холдеры черные. А потом их очень удобно в таких холдерах хранить в альбоме. монета лежит, не сползает, не повреждается. Вот. Так что так. Пишите, комментируйте, лайкайте. Не забывайте подписываться. Смотрю, многие смотрят, не подписываются. Ай-яй-яй. Монета красивая, думаю, вас порадовала. На сегодня же все. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok